Вы знаете, что есть съедобные и несъедобные каштаны? Как используются эти растения при заболевании сосудов? Для чего нужен коврик из каштанов? Обо всем этом узнаете из видео! На вопрос, видели ли вы каштаны, большинство вспомнит красиво цветущие белыми свечками в мае деревья. Далеко не все знают, что это несъедобные конские каштаны, но они употребляются в народной медицине. Другие же благородные каштаны цветут совсем незаметно, растут в южных регионах. Плоды их сладкие на вкус и употребляются в пищу. По лечебным свойствам впереди конские каштаны, а вот по вкусовым качествам благородные. Как применяются каштаны? Для медицинских целей используются и цветки, и плоды, и кора растений. Изготавливаются отвары, настойки, настои для применения внутрь и наружно. Особенно значимо такое качество каштанов, как укрепление сосудистой стенки и разжижение крови. Именно благодаря этому свойству применяются они при варикозном заболевании и сосудистой недостаточности. Кому полезны эти орехи? Полезны благородные каштаны в сыром, жареном и запеченном виде. Применяются в пищу мужчинами и женщинами. Детям можно давать с 5-летнего возраста. Эти орехи являются поставщиком питательных веществ и минеральных элементов. Полезны в следующих ситуациях. 1. Здоровым людям для пополнения запасов микроэлементов и в качестве одного из продуктов питания. 2. При атеросклеротическом поражении сосудов, если имеется склонность к тромбообразованию. 3. Для купирования водно-электролитных расстройств с развитием отечности. В качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства при заболеваниях дыхательных путей. 4. Как следует применять каштаны? Даже употребление в пищу плодов благородного каштана уже является мерой профилактики развития тромбоза и воспаления вен при варикозном расширении вен. 5. Для профилактики обострений заболевания сосудов нижних конечностей. При развитии синдрома усталых ног возможно применение настойки на водке из ядер конского каштана. Знаете рецепт приготовления? Сейчас расскажу. Все очень просто. Для лекарства понадобятся орехи конского каштана 50 грамм, водка 500 мл, банка с крышкой. Последовательность приготовления следующая. Собрать каштаны, почистить от колючей шкурки. Снять коричневую кожицу и раздробить в блендере, можно мелко порезать ножом. Высыпать в банку и залить водкой. Поставить в темное место при комнатной температуре на 3 недели. За это время орехи отдадут полезные ингредиенты в раствор. Процедить и лекарство готово. Применять в виде капель два раза в день, запивая водой, по 20 капель. Применяются местно для растирания уставших ног или при появлении болевых ощущений и отечности. Данное средство используется в течение 3 недель и обладает противовоспалительным, обезболивающим и разжижающим кровь свойствами. А как еще можно использовать, орехи? Каштаны плотные, круглые орехи примерно одного размера. Очень удобно использовать их для изготовления в домашних условиях ортопедического коврика. Это мини-тренажер для массажа стоп. Необходимость проведения таких процедур диктуется возможностью воздействия на внутренние органы, через точки проекции их на подошвах. Также использование данного коврика позволяет успокаивать и тренировать конечности при плоскостопии и артрозах. Знаете, как просто сделать тренажер? В осенний период надо собрать достаточное количество плодов каштана. Могут использоваться как благородный, так и конский. Почистить от колючей шкурки, промыть и просушить. Заранее из плотной ткани сшить чехол длиной 1,5 метра шириной 3 см. Заполнить его просушенными орехами, проталкивая их друг за другом. Когда чехол наполнится, зашить его, чтобы орехи не выпадали. Теперь можно складывать как угодно и проводить упражнения, используя и как коврик, и как массажер. Так можно использовать каштаны и для еды, и для оздоровления, и для физического совершенствования. Какие противопоказания? А если противопоказания, конечно, куда же без них? Кому не рекомендуется применять данное растение? Детям моложе 5 лет, беременным женщинам и кормящим мамам. При повышенной кровоточивости и заболеваниях крови. Если обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. При наличии сахарного диабета и ожирения, учитывая большое количество крахмала и жиров. Аллергикам и людям с индивидуальной непереносимостью. Употреблять каштаны можно без вреда здоровью с учетом противопоказаний. Помнить следует, что съедобны не все представители этой породы орехов. Сначала стоит определиться, какого вида каштаны и как их можно употреблять.